Здравия желаю! Здрасьте! А вы чего это в камуфляже? Так охота, сезон начался. А, так вы охотник настоящий? Так и да. И что это у вас, ружье с собой имеется? Так имеется. Прям настоящая огнестрельня! Так что мне по фазанам, мы из рогатки что ли? И что, хорошо стреляете с ружья? Так трех переполов одним выстрелом кладу. Ого! Слухайте, а вот по стационарной мишени как вы стреляете? Так еще проще. Смотря со скольки метров. А вон до того столба полосатого сколько метров? Да метров двести будет, да. И что, попадете? Да попаду, смотря почем стрелять надо. Так по столбу и треба стрелять. Точнее по камере на столбе. По камере? Да, наша конкурентка. Месяц назад повесили, так она всю нашу выручку сжирает. Ага. Так а что вы сами, у вас табельная вон есть? Я плохо стреляю. А я свипру и потерял. Вон там у меня в сейфе игрушечный лежит. Ага. Так что, шмальнем? Да шмальнем, раз вы вас попросите. Шмальнем. Шмальнем. О! Куда? Куда? А вон она. Гадина. И кто так стреляет? А? Пять раз и все мимо. Говорили, что хорошо стреляете. Да я сам удивляюсь. Что-то с прицелом, что ли, что-то? О! Ха-ха! Что ж я? Я ж не откалибровался. Мы перед началом охоты всегда соточку водочки. Мы ж трезвые никогда не охотим. Понятно. Я ж забыл, видишь, охотник. Вижу. Давай, налыви ему наши. Ага. Опа! Оп! Тюк. Опа! Так. Это хорошая такая. Так. Вот так. Тихо-тихо-тихо, а то для дела. Давай. Ну. За охоту. Ни пуха ни пера. Ни пуха fingers. Опа-тихо. У-у-уу! Потереши-ка. Вот так. Ого! 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 Другое дело! Ооооо, это да! Вот это да! Молодец! Тимёвый! Вообще камеру разнес чертям собачьим, таки провода торчат. Ну все. Я, помог вам? Бывайте, поеду, пожалуй. Не так швидко. Вы собрались в пианом виде за руль? Ай-яй-яй-яй-яй. Нехорошо. Так вы же сами наливали. Что? Где? Не понимаю, о чем вы. По закону пианы за рулем штраф 500 гривен. Ага. Это шо ж получается? Я, значит, вам помог, и вы ж меня вот-вот-вот. Тихенько, бо шеф паяем штраф за оскорбление при исполнении. Давайте. Ну как? Только камера пропала, сразу первый заработок. О, вот и теперь жизнь начнется. Благодарю. Давайте. Хорошей охоты. Ни пуха, ни пера вам. Должу сказать, пуха и пера, да? А, точно. Егорушка, ну как там? Солнышко уже всходит? Нет. Полярная ночь продолжается. И что, даже бабушкин совет, он намазать горчицей, не помог? Не помог. У меня только печет теперь там. Как будто я змея Горыныча вдул. Ничего страшного. Сейчас все будет хорошо. Заходите! Кто это? Ты не переживай. Это шаман Абдулла? Абдулла? Абдулла Ибрагим Джамалунг Хамунак Восьмой. Сын Нерпы. Вот моя визитка. О, ох, ой, ой, ой. Она, кстати, помогает выводить бородавки. Ее нужно просто приложить к проблемному месту. Ну я потом. Кстати, у меня сейчас акция. При покупке заговора для мужской силы могу бесплатно навести порчу. А это можно. Сразу отвечу на самый популярный вопрос. На тещу нельзя. Тогда не надо. Ну что ж, тогда займемся вашим случаем. Ага, давайте. Ой, 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 ой. Шахатал, махатал, поднимайся, кто лежал. Понимайся, понимайся. Кармаёк, бармаём, объявляется подъём. Подъём. Подъём, подъём, подъём. Ну что? Ничего. Чего? Сложный случай. Абсолютус не стоятус. Ну и сделайте что-нибудь. Потому что у нас уже год такой не стоятус, и я уже просто, ну, как бы хочется, чтобы стоятус. Ну раз такой сложный случай, тогда нужно обратиться к силам природы. Вам нужно выйти на балкон на полчаса и простоять там на морозе в одних трусах. Полчаса. Что, серьёзно что ли? Ну а что делать? Просто попробуем. Ну ладно. Я пока буду тут читать мантры за вас. Ну, давайте теперь с вами разберёмся. Со мной? Да. Кто-то стучал? Ага. Ой, точно. Ой. Совсем забыл. Я совсем забыла. Ага. 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 Что значит, надо? Что вы себе позволяете, а ну встали, убрали это быстро. Ага. А ну иди сюда. Что вы делаете? Ага. Ааа. Ааа. Во. Так. Сейчас я тебе всё объясню. Мы просто с женой каждую пятницу играем. В прятки что ли? Да нет. Ну типо да. В прятки. Она меня всё время ищет до того как я найду приключения на печень. И как? Успешно? Да всегда находит меня, прикинь. Ну, правда, уже после того, как я в хлам. Так, ну давай сейчас быстренько с тобой по 50. В смысле быстренько? Во-первых, я при исполнении, а во-вторых, уберите это. Вы в общественном месте, запрещено распивать. Слушай, сержант, ты мужик или не мужик? Поддержи меня, блин. Не, ну, мужик, ну... Ладно, давай так, я 50 грамм выпиваю и пойду перепрячусь на чужой территории. Ладно, только быстро, только быстро. Ты сразу уходишь отсюда. Ты же говнюк такой. Доигрался? А? Я вот, вы прям с языка у меня сняли. Мужчина, вы продельник со мной в отделение. Что значит в отделение? Это со мной он пойдет домой и попадет на 5 суток, на больничный. И ты получишь тоже самодельник. Давай, фамилия, звание, что там, отделение. Так, женщина, если будете сопротивляться органам правопорядка, я вам впаяю реальный срок. А мужчину вашу мы забираем за распитие напитков в общественном месте. Уберите это все за собой. А куда же вы его забираете? Может быть, лучше домой? Я отомстил по-семейному, по-хорошему. Может, действительно, сержант, отпусти по-семейному, по-хорошему. Я говорю, поехали в отделение, у меня там нормальный закусь есть. Ну что, закон есть закон? Какой еще закон? Строгий. Да. Что значит закон? Не сопротивляться. А то вообще через год увидимся. Да, за сопротивление такие сроки дают. Чтобы 9 был дома. Спасибо. Пожалуйста. Давай, идем. У меня помидоры. Серьезно, что ли? Гася, смотри, звукарь сидит. На троих. Цивили. Добрый день. Добрый день. Ой, какой худенький ты. Мальчик худенький. Что хочешь? Кушать хочешь? Возьми пирожок с мясом. Спасибо, бабушка. Я такое не ем. Я веган. Ой, бедный. Жить и жить. Молодой какой. А уже это самое. Кладезьмана, это не болезнь. Просто он и... Что он хочет вещи свои забрать. И очень торопится. Ну давай квитанцию. Да, пожалуйста. Вот. О, вот она. Сейчас, бабушка, тебе все пятна выстирала. О, гляди. Демон. Веган. Ой. Слушай, ты не мог бы закрыть дверь там, а, цыган? Веган. Ну. Дверь закрыть? Да, да. А то это очень сквозняк. Что ты там не закрыл? Ладно. Не, не, нету. Входную. Я ж чую, чую. Ты иди уже, иди закрой. Что случилось? Лора, бяда. Смотри. О-о-о. Кажись, его шмотки на барабан намотала. Ты, ты это, его давай отвлекай, а я что-то придумаю. Кто же вас уже на пенсию вынесут? Давай вынесут. Чтоб тебя не вынесли. Какое-то оно у вас странное немного. Ну, просто понимаете, ее как-то дверью немножечко шибануло. Так она после этого. Понятно. Так что, скоро мои вещи там выдадут? Вы знаете, у нас просто очень большой склад. Да? Да? Угу. А здание снаружи не очень большое. Так у нас в подвал вот все туда уходит. Да ладно. И глубокий подвал? Ну, когда как. Походу, не только ее дверью шандарахнуло. Так что она там, долго? А чаю хотите? Давайте, если долго. Пока. А вот, пожалуйста. Вы издевайтесь, это уже седьмая чашка чая. Я сейчас сушку штанов вам заказывать буду. Где она ходит-то? Ой. Наконец-то. Ой. Бабушка старенькая. Пока нашла все твои вещи, кайц-мой. Веган я. На. Проверяй. Спасибо. Все нормально. Что такое? Что? Это что это? Это кто мне все штаны позашивал? Кто? Никто ничего не зашивал. Все так и было. Нету дырок. Да не было так. Все. У меня штаны были с дырками. Изначально с дырками? Ну да. А нормальные не мог купить демон. Я веган. И так сейчас модно. Не ори на бабушку. А то бабушка хоть и старенькая и тебе рот может зашить. Ах так? Хорошо, хорошо. Я этого так не оставлю. Я на вас такую жалобу накатаю. Все соцсети о вас узнают. Ой, я напужал. Рыбакам он будет жалобу писать. Смотри, не утрудить. Мерин. Я веган. Да хоть и рейган. Сегодня мы прощаемся с самыми близкими, которые прожили яркую и светлую жизнь в пыли на балконе. Тридцать лет. Тридцать лет. Такие молодые. Да. Им бы еще лежать и лежать. Да. Слушай, может не будем их сжигать? Как-то это не по-христиански. Да. Кстати, по-христиански делиться. Может я тогда себе мяч заберу, а? Ну ты чего? Если он мне не достается, значит никому. Так это всего лишь балконный хлам. Вот и жена моя так сказала. Ну не расстраивайся. Дырявый сапог, лыжная палка. Да я их лично знал. Они заслуживают достойного погребения. Согласен. На городской свалке. Рядом с мопедом. Я прослежу. Их повезут на мусорной машине по центральному проспекту. И со всеми почестями потом. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Да. Хай, гайз. С вами Женя Пеня. И сегодня я покажу вам всем, как я апгрейджу свой сегвей к зиме. Хм. Хай. Беда не приходит одна. Ну да. Здрасте. Здрасте. Или как там у вас в интернете говорят? Хай, мэн. Хай. Но вы, походу, не туда заехали. У нас тут СТО. Мы тут гайки крутим, а не лайки накручиваем. Мне как раз вы и нужны. Зачем? Зачем? Мне нужно апгрейдить свой сегвей and winter time. Переведи. Короче, ему надо эту штуку к зиме приготовить. Слышь, блогер, тут лайк никаких нет, так что едь вон во дворе по кругу, как в цирке катайся. Одну секундочку. Меня здесь задонатили мои фолловеры. Перевести? Не надо тут, я понимаю. Что ж, давайте что-то придумаем. Слушай, а что мы ему там сделаем? У нас же для этой штуки ни хрена нету. У хорошего хозяина всегда что-нибудь найдется. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы апгрейдили... Сегвей. Сегвей, совершенно верно. Так вот, если бы вдруг автомобилист... Вот этот резиновый сапог всегда поможет вам, чтобы вы не намочили ноги. А если вдруг вы застряли в снегу, то выбраться можете при помощи вот этой лыжи. Yeah. И палка каюрится вам в помощь. Вау! Кул! Скажите, а зачем вот эта хрень за спиной? Это же велосипедное колесо. Ну как? Это же запаска. Велосипед и сегвей, они же из рода двухколесных. Ааа, understand. А что это за хрень? Ну, ставьте нам колокольчик и ставьте свои подписи. Подписывайтесь. Да, подписывайтесь. Вау! Какой классный лайфхак! Ты тут не матюкайся. Тут СТО и вон телевидение. Короче, вот. Вау, мои дорогие подписчики. Ну что, вы поняли, как мы сегодня классно апгрейдили мой сегвей? Ну что ж, завтра мы будем апгрейдить унитаз. Да. Видишь? Весь свой хлам сбагрили ему. Да он так, еще и заработали. Это же он сейчас своих подписчиков всех сюда привезет. Блин, надо будет еще хлама с балкона понабирать. Точно, я сейчас свой притащу. У меня там целый вагон хлама. Доктор. Что? Ну как там мои анализы? Не хочу вас расстраивать. Что? Я что, умираю? Нет. Пока нет. Но, понимаете, вам придется отказаться от очень многих вещей. Ну, я, я готова. Да. Ну, во-первых, вам придется отказаться от смартфона. Подождите, у меня скоро день рождения, и мне муж собирался подарить новенький смартфончик. Я понимаю, но вам придется теперь довольствоваться обычным кнопочным. Ну, согласитесь, ну что для вас важнее? Какой-то новенький смартфон или жизнь? Ну, жизнь. Жизнь. Вот, правильно. Это все? Практически. Вы знаете, больше никаких цветов. Как это? Я обожаю цветы. Мне муж каждый день дарит цветы. Я люблю орхидеи. Я понимаю, больше никаких орхидей. Ромашки. Ну, максимум ромашка. Ну, это я еще как-то переживу. По магазинам. По магазинам вам больше тоже нельзя. Что? Подождите, как это по магазинам? Нет, я с этим не согласна. Скоро черная пятница. Мы с Янкой собирались пройтись по магазинам. Послушайте, ну неужели вы хотите, чтобы пятница действительно стала для вас черной? Это все? Почти. Петь, что вы пьете? Я обожаю шампанского. Больше никакого шампанского. Как это? Ну, там же Малаград. А можно хотя бы вино? Нет. На ночь. Полстаканчиков. Нет, послушайте. Максимум водочка. Или самогон. Я не люблю водку. Ну, я думаю, вы справитесь. Каким-то образом поборете водный рефлекс, и у вас все получится. Это все? Еще буквально несколько моментов. Сережки нельзя. Так. Новые платья нельзя. А в спа нельзя. Спа? Да. Ну что, доктор? Ну? Наш план сработал? Сработал. Но я не понимаю, зачем вам это было нужно. Как это? Вы знаете, сколько она денег на всякую фигню тратит? Ну? Вот. Благодарочка. Правильное спасибо. Абсолютно правильное спасибо. Очень. О, любимый! Ай, тебя жду жать! Ай, нет, нет. Я так соскучилась. Ой, доктор. А все мы все тут сидим? Мужики погнали в баню. Без баб. Вообще спокойно посидим. Ну или в гараж, или... Ах, ну да у меня такой хороший гид. И тут сидит такой, мой девочек, как скромный, скромный, король. Доктор, это что такое? Это побочный эффект. Я вас... Я вас предупреждал. Можно как-то мою жену обратно вернуть? Такой, как была до этого? Ну, послушайте, это от вас потребует очень много. Ну, во-первых, повезти ее в спа-салон. Во-вторых, потом купить ей новые одежды, платье, туфли. Ну, и потом угостить в самом дорогом ресторане. Так, это ж какие бабки, а? А может, это так пройдет? А если не пройдет, то... А если не пройдет, то придется везти на Мальдивы. Нет, никаких мальдивов. Нормально. Я отлично себя чувствую. А-а-а! А-а-а! На троих!